Разум земной, российский оппозиционер, политолог, политтехнолог та публицист Аббас Галямов. Аббас, приветствую вас, рада видеть. Здравствуйте. Власти Белгородской области эвакуируют 9 тысяч детей из-за обстрелов, об этом сообщил губернатор области. До последнего российские власти блокировали эвакуацию местных жителей. Было сообщение даже о том, что силовики оцепили железнодорожный вокзал, чтобы люди не выезжали. Многие сейчас в области жалуются и обижаются на центральную власть за то, что там замалчивают проблему и отчитываются лишь о якобы успехах, об успешной ликвидации добровольцев. И многим непонятно, Аббас, судя по комментариям, почему в свое время Российская Федерация якобы защищала Луганск и Донецк, а вот своих россиян бросает. Как вы это все прокомментируете и как вы думаете, какие могут быть последствия в этой истории? Знаете, я еще в прошлом году, когда массированные обстрелы Белгорода начались, я еще тогда написал, что я теперь не исключаю, что когда новая волна сепаратизма в России поднимется, то к старым традиционным центрам такового движения, национальным республикам, добавятся новые, в частности, приграничные территории, вот там, типа Белгорода. Потому что, ну, конечно, с точки зрения местного населения, все это такое прям кидалово, как в народе говорят, знаете, такое прям, втравили нас в какую-то авантюру, значит, в эту СВО, вот. Обещали Киев за три дня, и вместо этого теперь, значит, сами там сидят в своей Москве, как цир в Москве катаются, а мы, значит, здесь вот разбегаемся, как крыса, там по углам от бомб прячемся. Вот, ну, в этой ситуации, конечно, там очень сильные антимосковские настроения, я помню, репортажи оттуда читал, журналистов, ну, таких нормальных, независимых, и там речь шла о том, что даже местные силовики очень недовольны Москвой. Да, и вот эта попытка Москвы проигнорировать эту тему в федеральном информационном пространстве, совершенно объяснимая с их точки зрения. Им же надо демонстрировать, что все идет по плану, все нормально, со дня на день победим, так сказать, вот. А тут, значит, бомбят российскую территорию, надо людей уже оттуда эвакуировать. И поэтому, ну, понятно, они эту тему пытаются замылить на федеральном уровне, а на местном уровне это, конечно, воспринимается как прям какое-то вот прям свинство. То есть вы нам создали проблему, и ничего, ни черта ее не решаете, и заметаете ее под лавку. Вот, как будто мы не ваши граждане. Да, то есть вот эта ревность, значит, по отношению к Донецку-Луганску, которыми с утра до вечера занимаются российские власти, она сильна не только в Белгороде. Да, я помню, читал, поэтому на этот предмет как-то ростовские паблики смотрел, там тоже много такого негатива. А, значит, в Белгороде так это на порядок сильнее, потому что там действительно вопрос идет не просто о материальном благополучии, а о физическом вообще выживании. Вот, в общем, это очень сильно бьет по позициям российских властей, по властному дискурсу. Не случайно они эту эвакуацию начали смотреть. И не когда начались боевые действия, начались обстрелы, а как только выборы закончились. Потому что они понимали, что под выборы такие вещи делать ни в коем случае нельзя. Это всю путинскую позитивную повестку уничтожит. Вот, поэтому жертвуя людьми, детьми в том числе, они, значит, оттягивали, вот пока Путин не легитимизируется. Вот, ну, а после этого можно и гражданами заняться. Вот, издание «Медуза» пообщалось с жителями Белгорода. Вот что говорит одна из местных жительниц. «Хочу, чтобы Путин приехал и посмотрел, во что превратил наш город». Пока белгородцы пишут комменты федералам про обстрелы, Путин ехидно улыбается по телеку и рассказывает что-то про победу. На улицах Белгорода есть баннеры со словами «Битва за Россию продолжается». А что угрожает России? Вот так, не боясь, комментируют ситуацию в своем городе люди. Как думаете, сознание россиян меняется там или нет? Или наоборот, это может даже как-то иметь противоположный эффект и в каком-то смысле даже сплотить россиян? Вот я читала, извините, не помню точно, кто сказал, что регион немножко неудачный с этой точки зрения, он коммунистический. Там всегда голосовали за коммунистов еще со времен Ельцина. И, мол, досучаться будет не так просто. Это голосовали за коммунистов в смысле желания социальной справедливости. Им хотелось, чтобы социалка была, понимаете, чтобы зарплаты были выше, чтобы олигархи делились с народом, так сказать. А не в смысле вот этого национального величия, то есть этих геополитических амбиций. Поэтому то коммунистическое голосование не должно обманывать. Это не про внешнюю политику, не про имперские вот эти замашки. В этом смысле, в смысле имперских замашек у Белграда никакого отличия от других регионов нет. Значит, что касается первой части вашего вопроса, так, простите. По поводу объединения. Вот по поводу объединения. Может ли это... А, да-да-да. Нет, смотрите, сплачиваются вокруг власти, которая побеждает. А вокруг власти, которая проигрывается, не сплачивается. А происходящее как раз демонстрирует, что власть проигрывает. Война идет совсем не по плану, не по путинскому плану, не по российскому плану. Никому же не придет в голову, что частью путинского плана являются обстрелы Белграда. Поэтому это ошибка думать, что люди сплачиваются, когда власть противостоит врагу. Они сплачиваются вокруг власти, только когда она побеждает этого врага. А если враг ее бьет, тогда люди сами начинают предъявлять претензии к этой власти. Особенно в ситуации, когда идет война так сказать колониальная. Если бы Украина напала на Россию, сейчас бы продвигалась к Москве, обстреливая попутно Белгару, тогда да, конечно, других вариантов нет. Надо сплотиться вокруг этой власти, потому что иначе нас завоюют, захватят. Именно то, что происходит в самой Украине. Вот эта консолидация. А с Россией там же есть четкое понимание, что мы ведем войну на чужой территории. Не украинцы на нас напали, а мы напали на них. И если поначалу к тезису Путина о том, что эта война справедливая, что там фашисты, что они у нас 8 лет там донбит бомбас, что если бы не мы, то они. Ну вот, значит, если поначалу, когда был шанс на победу, к этому всему относились, с пониманием, ну принимали как-то, не ставили под вопрос, то теперь-то все эти вещи как раз ставятся под вопрос. Потому что, если они справедливы, ну так тогда мне надо терпеть и гибнуть тут под бомбами. А не хочется ведь, понимаете, не хочется же это все, терпеть и гибнуть под бомбами. И поэтому люди защищаются как раз от этого, ставя под вопрос уже официальный дискурс. И понимают, что на самом деле войну придумал Путин, а если бы ее не было, так мы бы нормально сейчас жили, и никто бы нас не бомбил, и вообще в Харьков бы ездили, там в ночные клубы, как раньше до войны это было. И вот это понимание, конечно, настраивает против Путина. То есть он выглядит уже как каким-то не то там выжившим из ума маньяком, не то психом каким-то, не то просто там кровавым диктатором, но который вот взял и зачем-то сделал то, чего делать было не нужно. Вот, то есть эта штука не сплачивает вокруг власти, она настраивает против власти. Да, я бы хотела напомнить, что именно неделю назад российские добровольцы из Легиона Свободы России, Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона объявили о новой операции на территории Российской Федерации. И интересно то, что ранее анонсировалось, что она, скорее всего, продлится до конца так называемых выборов в Российской Федерации, но продолжается до сих пор. И, судя по всему, набирает свои обороты. То есть можем говорить о том, что часть Российской Федерации уже начинает выходить из-под контроля Кремля. И какие это может тоже иметь последствия? Скажите, как сейчас Путин будет реагировать? Он все чаще и чаще комментирует эту тему. Что ему делать? Что ему делать? Он может реагировать только одним способом, одерживая военные победы, например, разби их нападающих. А если он их разбить не может, ну тогда да, тогда у него проблемы. И тогда из этого всего теоретически может вырасти вообще даже вплоть до такой полноценной революции. Значит, все зависит от того, я вот тут, понимаете, я же политолог, я не специалист в военной области. Я не могу оценить, так сказать, реальные масштабы успеха этих людей из РДК, русского легиона. Их потенциал я не понимаю. Вот если они могут там, значит, реально там захватить, не знаю, всю область Долгородскую, взять сам Белгород и установить там свой контроль, ну так из этого может вырасти полноценная революция. Революция же не всегда делается в столице. Иногда они делаются сначала в какой-то провинции. Вот посмотрите, как китайские коммунисты пришли к власти. Сначала они не смогли сразу поднять восстание, подобно большевикам, российскими в 17-м году, и захватить власть сразу в столице. Вот. Они сначала взяли под свой контроль там какие-то отдаленные провинции, да, и потом постепенно в ходе длительной гражданской войны выдавливали гуминдант, значит, в направлении столицы, а потом и столицу взяли, да, и те сбежали на Тайвань. Вот. И такой вариант теоретически возможен и в нашем случае. Если РДК и Русскому легиону достанет сил в виде оружия или в виде людей, ну, понятно, и того, и того, вот, если они сумеют выстроить альтернативные путинским институтам, то есть институты новой власти в Белгородской области, и если эти институты покажут, что они эффективны, что, ну, то есть, если они продемонстрируют свою привлекательность для остального населения, из всего этого может вырасти прям полноценная революция. Но пока это только теоретически можно об этом рассуждать, потому что пока действия идут где-то в районе границы. Также параллельно местные жители до сих пор публикуют в соцсетях разные фотографии, в частности, как один снаряд прилетел во двор многоквартирного дома в Белгороде, пострадало несколько припаркованных автомобилей, позавчера было сообщение, что разгонный блок российской ракеты упал в городе-строитель Белгородской области, но вместе с тем это якобы не помешало людям прийти на так называемые выборы и проголосовать очень активно, 90 процентов там проголосовали за Путина, то есть 9 из 10 жителей Белгорода, кто пришел на выборы, поддержал действующего президента. Как вам такое, Аббас, как вы это объясните? Ну, во-первых, надо понимать, что никакого контроля на избирательных участках в этот раз не было, то есть институт независимого наблюдения уничтожен был напрочь. То есть представления о реальной явке, реальном голосовании у нас в принципе нет, им неоткуда взяться. Это первый тезис. Второй это то, что продемонстрировать вот то, о чем мы сейчас говорим, стопроцентное голосование именно в Белгороде, стопроцентную явку и стопроцентное голосование за Путина именно в Белгороде для Кремля было принципиально важно, важнее, чем на любой другой территории страны, именно в силу того, что в реальности там идут процессы эрозии, о которых я говорил выше, снижение лояльности и появление протеста и появление недовольства. И вот чтобы вот это замаскировать, скрыть, чтобы никто, не дай бог, не подумал, что в Белгороде действительно крепнуть недовольство, начитавшись вот этих всяких городских пабликов, так сказать, да, вот, поэтому для этого надо там вот в Белгороде нарисовать этот безумный процент. Поэтому а, проверить реальную явку реальный процент нет никакой возможности, б, Кремль бросил все силы именно для того, чтобы в Белгороде нарисовать максимальный результат для Путина. Вот что мы имеем. А в целом, как вам этот фарс под названием выборы в России? Что вы скажете, вот путинские результаты впечатлили ли вас или нет? Почему так много нарисовали? Киренко не перестарался как-то по-вашему? Да, конечно, они могли нарисовать, допустим, 55-56 процентов, да, и это выглядело гораздо более достоверно. То есть реально большое количество людей, огромное количество людей из тех, кто сейчас усмехаются, глядя на этот туркменский результат, значит, они бы купились на 55-56. Вот, и большой вопрос вообще, почему Путин не захотел сделать результат более достоверным? Я думаю, потому, что он побоялся, что в глазах критиков это будет проинтерпретировано как слабость, как ослабление. А, о достоверности задумался, так сказать. Что, припекло, что ли, Владимир Владимирович, значит, в 2018-м нарисовался 76 процентов и не думал о достоверности, а сейчас вдруг озаботится, так сказать. А может быть, твой аппарат уже перестал контролировать страну? А может быть, ты сам свой аппарат уже перестаешь контролировать? Слабеешь? Вот. И вот он побоялся этой интерпретации. И поэтому он предпочел демонстрации честности, он предпочел демонстрацию силы. Да? Пусть все видят, что я по-прежнему контролирую аппарат, а аппарат по-прежнему контролирует страну. И плевал я на общественное мнение, нарисую столько, сколько хочу. То есть, это выбор в пользу формулы Каллигулы. Пусть не любят, лишь бы боялись. Ну, вот так вот так. Да, мобилизовали, так сказать, и звезд российского шоу-бизнеса, все использовали, все, что могли. Вот Дмитрий Нагиев, даже после двух лет молчания, открыто поддержал Россию. Он запостил фото и написал сильной стране сильный президент фото с символикой З. Ранее участники тоже и голой вечеринки, и Павлия читались о том, что пришли и проголосовали на выборах Российской Федерации. Киркоров, Совчак, Ивлеева, Билан запостили фоточки и сделали посты о том, что, конечно же, проголосовали. Вместе с этим мы читаем новости о том, что украинские бывшие уже звезды Тодоренко и Лорак получили российские паспорта. То есть там понимают в шоу-бизнесе что? Что могут быть очень плохие для них последствия, что ничего не поменяется в Российской Федерации, поэтому надо на ту сторону получить паспорт, проголосовать, сделать все, чтобы остаться в повестке и зарабатывать деньги дальше? Ну, речь идет не только о деньгах, я уверен, нужно. Да? То есть там, ну, да, то есть речь, ну, слушайте, ну, после убийства Навального, да, после изведения Волкова, у людей иллюзий-то нет никаких. То есть все понимают, что если тебе поступило такое предложение, и ты отказался, то ты не просто там гонорары потеряешь, ну, вообще с тобой самое прям что-то страшное может случиться. Никто не может этого исключать. Поэтому бегут и зигуют. Ну, человек слаб, это надо вот, ну, так надо воспринимать в этот момент, когда ты боишься, ты же о будущем не думаешь. Да? Из этого вовсе не следует, что они там считают путинский режим вечным. Они вообще об этом не задумываются. Им надо решить вот задачу избежать проблем прямо сейчас. Здесь и сейчас. Вот и все. Ранее вы говорили о том, что после так называемых выборов Путин объявит в России мобилизацию уже открыто. Указывает ли что-то на то, что она таки произойдет, эта мобилизация, что она будет, когда ее ждать и как вы думаете? Когда ждать сказать не могу, потому что тут два таких, если можно выразиться, взаимосключающих императива действуют. Если смотреть на ситуацию с точки зрения вот через призму активности российской оппозиции, то Путину выгоднее объявлять мобилизацию прямо сейчас. Вот сейчас российская оппозиция очевидно деморализована тем, что не удалось Путину помешать. Строго говоря, никаких иллюзий не надо было испытывать. С самого начала было понятно, что им не удастся ему помешать переизбраться. И все равно люди же, знаете, верят в чудо. А вдруг как-то что-то там получится. Он сам говорил про второй тур, а вдруг второй тур будет. И поэтому естественно неизбывшиеся надежды ведут к некоторому параличу. И поэтому в смысле протестного потенциала российской оппозиции пока она парализована лучше всего все эти гадости и провернуть включая мобилизацию. Поэтому надо делать это прямо сейчас. А если смотреть на ситуацию с точки зрения лояльных групп населения, то лучше отложить от месяца на три, например. Пока вот терпят, пока генералы готовы терпеть. Потому что с их точки зрения, с точки зрения лояльных сделать это прямо сейчас после выборов это такой слишком очевидный обман. матросил да и бросил, что называется. То есть это будет понятно, что ты уже знал, что ты это решение примешь. Но перед выборами его не озвучивал. А как только выборы прошли, тут же озвучил. Но это обман и люди такие вещи злят. А через три месяца ну, во-первых, про выборы уже поднабудут. Это уже не будет выглядеть как то, что ты тогда знал это решение уже принял. Нет, может быть, за три месяца реальная ситуация изменилась. Вот. Поэтому с точки зрения разочарования лояльных групп населения лучше отложить месяца на три. Но это же военные решения в первую очередь, не политические. Поэтому я думаю, в первую очередь они будут отталкиваться от того, насколько это свежепушечное мясо реально нужно на фронте сейчас. Что они собираются с ним делать. Если можно пока без него повременить, повременят. А если нельзя, то сейчас делают. Я, когда делал свой прогноз, я исходил из того, что летом прошлом шла совершенно очевидная подготовка к этой новой волне моделизации. Менялось избирательное законодательство, связанное с мобилизацией. Закон об электронной повестке, закон об ограничении прав, например, вождение автомобиля, выезд за границу для тех граждан, которые призваны в армию. Вот это все. Если вы не собираетесь делать мобилизацию, зачем вы все эти законы принимаете? А их голосовали иногда по три чтения в один день в спешке. И генералы эти все, Гурулев, Соболев и прочие, Картополовы, которые по этим ток-шоу в Кремлевском ходят с утра до вечера. Они прямо постоянно орали «даешь мобилизацию». И эти военкоры тоже были, что, дескать, людей на фронте не хватает, что такое надо подбавить. И потом резко все это прекратили осенью в преддверии выборов. Но я исхожу из того, что физическая потребность в людях не исчезла, они подавдеев сколько людей уважили. Поэтому ее просто вопрос поставили на палу, а теперь запустятся. Что будет с протестной активностью после так называемых выборов? Мы видели, что люди все-таки собрались на полдень против Путина, были акции в более чем десяти регионах и также за границей. Кстати, довольны ли вы тем, как прошел этот митинг, эта акция? Достигла ли она каких-то своих целей? Ну, цели она своих достигла. Легитимность путинской победы, конечно, подставлена под большой вопрос. Большинство, конечно, не поверили в этот результат. Нарисовав такой туркменский результат себе под 90%, Кремль на самом деле сам ухудшил. Ну, то есть, слишком есть разительный контраст. Посмотришь ваши протоколы и там все за Путина. А посмотришь официальные итоги все за Путина. А смотришь многочисленные фотографии людей, которые по призову оппозиционеров пришли на участки в 12, то есть, голосуют против Путина. Многочисленные фотографии бюллетеней, где там Путин вычеркнут и еще что-нибудь непотребное там против него написано. Да, и ты понимаешь, ну, вот же, вот огромное число людей голосует против, где они в вашем методовом протоколе. Да, и поэтому путинская победа, она в значительной степени, конечно, выплащена. И общественное мнение зафиксировало, что победа, конечно, сфальсифицированная, нарисованная. Ну, то есть, это программа минимум. Но при этом, конечно, сказать, что там вот прям вау было нельзя. Видно, что, значит, далеко не все носители оппозиционной точки зрения приняли участие в этой акции. Очень многих власти напугали. Я бы сказал, ядро оппозиции в этом поучаствовало. Периферия побоялась. То есть, компания запугивания шла такая прям колоссальная. И прямо на самих участках, и перед участками, и накануне. Ну, и вообще вся атмосфера в стране, понимаете, убийства Навального, издевательства с этим Скеллом, там, избиения Волкова, все вот это, оно, конечно же, создало такую атмосферу, которая значительную часть людей испугала и не позволила им в этом поучаствовать. Поэтому акция прошла относительно успешно, но назвать это абсолютным успехом я бы не сказал. А можно ожидать каких-то еще в будущем подобных похожих акций или просто не будет повода? Это убийство Навального, дальше так называемые выборы, как бы дало повод людям выйти на улицу, в каком-то смысле даже легально это сделать в рамках российского законодательства. А что будет дальше? Учитывая то, как вы говорите, российская оппозиция рассредоточилась, да, ну, то есть, во-первых, очень многих нет физически в России, то есть, наверное, тяжелее так вести какую-то политическую деятельность, будучи вне страны. Чего стоит ожидать? Или на это вообще даже не стоит делать ставку никакую? Ну, во-первых, сейчас оппозиция какое-то время будет парализована, ну, вот этой неудачей, да, во-вторых, да, надо понимать, что это вот выборы, они приоткрыли окно возможностей, теперь это окно заклопнулось, то есть, легальных поводов, легальных форм для протеста сейчас у оппозиции в распоряжении оппозиционно настроенных граждан снова нет. Вот тогда, когда люди выстраивались в очереди, чтобы сдавать подписи в поддержку движения Надеждина, для них это было относительно безопасно, почему? Потому что собирать подписи Надеждину разрешили сами власти, понимаете, Центр избирком официально разрешил, поэтому вот я иду, участвую в этом, какие могут быть ко мне претензии, да, ну, тогда предъявите претензии к Центре избиркома сначала, который это разрешил, который зарегистрировал Надеждина в качестве кандидата, допущенного к сбору подписей, поэтому, значит, люди вот в этой акции приняли участие, так сказать, там тоже страшно было, на самом деле, но не настолько, да, чтобы вот прям, когда ты просто выходишь на улицу, долой Путину, так сказать, вот, похороны, это тоже, по форме, это строго говоря не политические мероприятия, да, нет закона, запрещающего людям принимать участие в похоронах, поэтому, когда люди туда шли, они тоже понимали, что, ну, они строго говоря в своем праве, хотя, опять же, если вы почитаете, огромное количество вот этих вещей было, и я сам в своих сетях перепосты делал, когда люди шли на похороны, как на войну, то есть они собирались, там, брали, там, я не знаю, запасные, наборы запасных, там, носок, носовых платков, да, что если заметут, значит, ну, что вот первые дни там в КПЗ, там было, то есть с чем там находиться, вот, на похороны просто шли, люди, значит, и участие в акции «Полдень против Путина», опять же, оно было относительно массовым, потому что, несмотря на все запугивание, ну, строго говоря, с точки зрения закона не запрещено голосовать в «Полдень» в 12 часов, да, и поэтому можно все-таки, те, кто более рисковые, они все-таки пошли, в надежде, что, ну, они отобьются, а какие могут быть претензии? У меня же на лбу не написано, что я пришел, значит, портить бюллетень или там писать, что я там против Путина, да, может, я за Путина собираюсь голосовать, пойди проверь. Ну, они, на самом деле, видите, проверяли, они на участках реально заглядывали через плечо и прям смотрели, что там люди пишут. А в основной российской пропаганде это все равно не помешало сказать, что это все за Путина, особенно на заграничных участках, за границей, мол, даже вопрос был, после того, как предварительные результаты уже сказали на пресс-конференции Путину, задавали вопрос, мол, Владимир Владимирович, там мы видели видео, фото, как люди в очередях стоят на заграничных участках. в общем-то, такой был вопрос. Ангелина, смотрите, путинская пропаганда постоянно говорит о том, что они украинцев разбили и вот сейчас еще чуть-чуть их ей возьмут. Как к этому относятся украинцы? Ну, плюют просто на это, делают свое дело. Ну, то же самое и касается российской внутриполитической борьбы. Понятно, что путинская пропаганда будет интерпретировать происходящее так, как ей выгодно. Было бы глупо ожидать, что они поднимут лапки и сдадутся, так сказать. Вот. Просто идет борьба за общественное мнение. Кто-то слушает путинскую пропаганду, а кто-то ее уже не слушает. И на самом деле большинство уже так со скеписом к ней относится. Изверились люди. А для тех, кто ее не слушает, либо сомневается в ее месседжах, для них есть месседжи оппозиционные. Есть Гудков, есть Кац, есть команда Навального, есть Ходорковский, так сказать. Масса достойных людей. Яшин там из тюрьмы пишет, да, вот Навальный до последнего из тюрьмы писал. И поэтому они интерпретируют это так, да, а оппозиция интерпретирует это по-другому. Вот. Борются за, так сказать, общественное мнение. Да, и хотела, конечно же, спросить ваше мнение по поводу того, что произошло с Даванковым, точнее, голосованием за этого кандидата на граничных участках. Я напомню, что активно за Даванкова призывал голосовать политик Максим Кац, и вот, что говорят в проекте «Голосуй за рубежом», утверждают, что много получил Даванков за границей в Алматы. Ну, хорошо, Казахстан 69, Польская Познань 70 процентов голосов за Даванкова. Дальше, что интересного, Барселона испанская 65, и, кстати, в Гаге тоже нидерландской, в Ереване 63 процента. Вот, скажите, пожалуйста, это, ну, считаете ли вы, что это было неудачное решение призывать и голосовать за Даванкова, который после того, как уже закончились так называемые выборы, хвалил Путина, говорил о том, что, конечно же, нам надо объединиться, это понятные очевидные результаты, но, в общем-то, видно, что это максимально пропутинский политик. И получается так, что люди, которые не хотят жить в путинской России, выезжают и голосуют за кандидата, который поддерживает Путина? Да, конечно, это была ошибка, с моей точки зрения, это была ошибка людей, которые призывали голосовать за Даванкова, пытаясь сделать его антивоенным символом, голубем, так сказать, мира. Поэтому, ну, вот лично я никогда в этом не участвовал, и я говорил, что Даванков, ну, какой из него символ мира, ну, что вы говорите? Он голосовал за СВО, он голосовал за аннексию украинских территорий. Он голосовал за закон о фейках пророссийскую армию, по которому сидят сейчас и возбуждаются уголовные дела, и сидят множество российских оппозиционеров. то есть, любая критика войны, значит, под этот закон подпадает. Против, вот, вашего покорной услуги, против меня возбудили уголовное дело там за интервью, данное кому-то из ваших коллег, я сейчас просто не помню, это было в 22-м году, в апреле, по поводу Бучи. Ну, то есть, я, значит, обсуждал вот эту тему Бучи, да, и Следственный комитет решил, что вот я оклеветал российскую армию. Это закон, за который проголосовал Дованков. И поэтому, ну, например, я говорил, что это очень плохой антивоенный символ. Надеждин, да, Надеждин ни за что этого не голосовал, и он сказал, что война, значит, ее надо немедленно остановить, она, он не использовал своего преступления, вот, но он не мог, ну, потому что он там внутри находится, да, сидеть тоже, понятно, не хочется. Но он говорил, что это фатальная ошибка, вот, и он говорил, что прям на следующий же день голосовал каким-то предупреждать, я, значит, остановлю боевые действия. И, значит, Дованков, вот, то есть, Надеждин до этого подходил, а Дованков не подходил, я об этом говорил. Но, в общем, они руководствовались тем, что, ну, дескать, заставить людей портить бюллетени сложнее, а вот голосовать за Дованкова легче. Поэтому давайте попробуем все-таки Дованкова использовать в качестве такого символа. Ну, с моей точки зрения, это была ошибка, потому что сейчас, да, Зигующий Дованков, ну, выглядит так, что вот он собрал голоса оппозиции, принес их под ноги Путина, так сказать, сложил. Ну, поэтому самая главная штука была, на самом деле, вот, именно поэтому все оппозиционеры, включая Кацет, так сказать, они все говорили, что, на самом деле, самое важное физически прийти в 12, продемонстрировав вот свой антипутинский настрой именно в этом, вот, своим присутствием там. То есть, по сути, это была нелегальная акция российской оппозиции, организованная в рамках, вот, закона, использовали избирательную кампанию для того, чтобы, вот, помитинговать, провести вот эту акцию, антивоенную акцию. И это важнее, чем голосовать там за Дованкова или там за кого-нибудь другого кандидата. Ну, в общем, как-то так. Бас, спасибо вам большое. Будем наблюдать за тем, как будут развиваться события в самой Российской Федерации. И особенно на территории Белгородской области. Судя по всему, там еще ничего не заканчивается, а только начинается. Спасибо за то, что помогаете разбираться в этих всех политических событиях. Российский оппозиционер, политолог, политтехнолог, та публицист, та басгалямов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова